За круглым столом комитет по социальной политике администрации, а на связи представители министерств и депутаты. Сегодня подводят итоги 2020-го. В прошлом году на социальную сферу города было выделено 6,5 миллиардов рублей. Это 45% от общего бюджета города. Самые большие траты, пожалуй, строительство. Появилось 5 школ и 12 детских садов. Для детей ясельного возраста появилось 1124 места. По селе новая школа, ходит АБЕ, Сотниково и прочее. В Трабогатайском районе, Саентуй, Эрхирик. Это все как раз снялась нагрузка. Я бы хотел поблагодарить коллег с министерства образования, что эту работу сделали. Потому что это нагрузка и на транспорт. Вы видите, что происходит на улице Ивлогинская. А детей всех возили в 33-ю школу и прочее. В 103-й у нас перегруженная была. И Трабогатайский район туда ездил. 1 сентября откроется школа номер 40 на 450 мест. А до конца года рассчитывают запустить самую большую школу на 1275 мест по улице Автотранспортной. Для реализации социальных программ с учетом капитального строительства было предусмотрено почти 10 миллиардов рублей. К комитету по социальной и молодежной политике было направлено 66,5 миллионов рублей. Большую работу молодежь проделала в борьбе с ковидом. Волонтеры не останавливали работу ни на один день. Успевали продолжать и плановые дела. Мы поддерживаем грантовые проекты, благодаря которым создаются новые рабочие места для людей с инвалидностью. В рамках реализации регионального проекта формирования комфортной городской среды, по итогам оценки индекса качества в городе Улан-Удэ, уровень доступности для инвалидов и маломобильных граждан в 2020 году составил 37%. Это коллеги на 23% выше, чем в 2019 году. 2020 был годом памяти и славы. Большое внимание уделено патриотическому воспитанию и, конечно, реставрации памятников и скверов. Ремонт дождались и 22 городских учреждения культуры. Объем платных услуг снизился почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил 29 миллионов рублей. Выполнен индикатор по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры. На выделенные средства депутатами Народного хурала Республики Бурятия и депутатами Лондонского городского совета депутатов были проведены капитальные ремонты 22 учреждений культуры на общую сумму 5 миллионов 440 тысяч рублей. Ну а зоны отдыха для горожан и гостей столицы, а также парки культуры в 2020 году облагородили на 3 миллиона 700 тысяч рублей. Юлия Пермякова, Константин Гармаев, Новости дня.